Приветствую вас, мои дорогие друзья! Для начала я от души благодарю своих спонсоров на Вусте. Спасибо, что вы есть мои бронзовые, серебряные. Для тех, кто хочет к нам присоединиться, ссылка на бусте в описании. Там я выпускаю чуть больше разговорных видео, чем сейчас попадает на ютуб-канал. Там можно также посмотреть какое-то конкретное видео за небольшой взнос, если, допустим, вас не интересует подписка. Такой пробник, так сказать. Так что заглядывайте. А сегодня я хотела бы поговорить о провалах, зубодробительных, выбивающих почву из-под ног. Провал – это то чувство, когда планы рушатся, а цели, к которым так долго стремился, никогда так и не будут достигнуты. Сталкивались с таким? Я уверена, что хотя бы раз жизни точно. А может, вы находитесь прямо сейчас в стадии переживания провала? Если так, то сегодня я постараюсь вам помочь, начать из него как-то выкарабкиваться. Поговорю с вами так, как я бы говорил со своим другом, сидя на кухне. Так что не воспринимайте мои советы слишком серьезно, и это все можно обсудить в комментариях. Попробуем немного поговорить, чтобы понять ситуацию и разложить все по полкам. Для начала знаете, что я придумала? Давайте загуглим историю провалов знаменитостей. Ведь именно это нам так часто предлагают, как лекарство от уныния. И первое, что нам попадается, Майкл Джордан. Его не брали в баскетбольную команду из-за маленького роста. Но это его только закалило, и он стал тренироваться упорнее. А потом стал легендой, как вы все знаете. По крайней мере, мне в детстве очень нравились Чикаго Буллс. Что красноречиво говорит о всемирной популярности Майкла. Вот такая история. Меня это очень заинтересовало. Настолько, что я нашла рост Майкла. Метр девяносто восемь. Часто вы встречаете таких людей на улице? Я не очень. И школьной команде этого было мало? А какая цифра их бы устроила? 2.15? Это уже гигантизм какой-то. Или в нем было метр пятьдесят, а он от отказа со злости вымахал почти под два метра. Ну то есть буквально в этой истории написано, что ему отказали, потому что у него маленький рост. И в ответ на это он стал больше тренироваться. Неужели тренировки помогли ему вырасти? Что за бред? От этой истории остается больше вопросов, чем вдохновения. На самом деле не думаю, что когда-либо этот парень был низкорослым. Поехали дальше. Кинг известен как непровизойденный мастер хоррора и автор бестселлеров. Однако мало кто знает, что его самый знаменитый роман Кэрри был отвергнут издателями 30 раз. В своем отчаянии Кинг дошел до того, что выбросил рукопись в мусорку. Успешный писатель родился в очень бедной семье. Став учителем английского, он подрабатывал тем, что писал небольшие рассказы для журналов. Сегодня под его именем вышли пятьдесят книг с огромными тиражами по всему миру. А в этой истории меня больше всего интересует, кто же достал Кэрри из мусорки, а? И вообще как-то интересно, мы пропускаем, мне кажется, такой значительный кусок этой истории. В одной части его отвергают, а в другой части он уже автор бестселлеров. А как же то, что было посередине? Что же там такое произошло? Только упор на работу, да? Ладно, еще одна история. Сейчас Стивена Спилберга называют не иначе, как великим режиссером, подарившим нам Челюсти, Парк Юрского периода, Спасти рядового Райана и еще множество прекрасных фильмов. Не верится, что когда-то его не приняли в университет Южной Калифорнии. Причем дважды. Но он не позволил себе сдаться и упорно продолжал идти к своей мечте о кино. Сейчас он настолько успешен, что с легкостью жертвует деньги тому самому университету, который его когда-то отверг. Впечатляет. Но они, наверное, очень кусают локти, что отвергли его. А вообще, я, честно говоря, не поняла, почему в этой истории университет выглядит таким антигероем, что ли? Почему в университет его должны были взять, если он не сдал экзамены? На мой взгляд, все сделали правильно. Прям отвергли его, и он обиделся. И теперь каждый год о себе напоминает своими пожертвованиями, чтобы они жалели. Я бы на месте университета сказала, нет, спасибо, оставьте себе. Ой, ну и истории. Для кого все это написано? Неужели это может кого-то вдохновить? Особенно человека, который потерпел травмирующее поражение. Меня бы эти сопли в шоколаде только взбесили, честно говоря. Почему такие примитивные сказки кто-то считает обнадеживающими? Ну, я говорю, например, о том, кто написал эту статью. Он же ведь хотел бы, чтобы людей это обнадежило как-то. Я же как раз думаю, что самое первое и самое полезное, что нужно сделать после провала, это как раз избавиться от всех иллюзий. Это ерунда, все эти сказки, вся эта мифология нам будет только мешать. Мне кажется, нужно посмотреть правде в глаза. В общем, все эти истории провалов объединяет одно. Они спровоцировали работу над собой, что привело к успеху. И это вписывается в картину идеального справедливого мира, в котором чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь. Чем упорнее идешь к своей цели, тем неотвратимее твоя победа. Знаете, это кажется логичным, пока не сталкивается с реальностью. Как мне кажется, полезно будет понять и принять, что успеха добиваются не все и не всегда. Даже если упорно работают и не сворачивая, идут к своей цели годами. Иногда в конце такой дороги вас ждет провал. Лучше быть к этому готовым, иначе разочарование может быть очень болезненным. Мы всегда думаем, что именно нам повезет. Но возможно, мы будем тем самым единственным человеком из толпы, кому по-крупному не повезет. Именно тем бедолагой, в которого случайно попадет молния, если образно выражаться. И еще раз насчет упорной работы, о которой нам говорят во всех волшебных историях, провалов и успехов. Мое мнение – нет. Упорная и последовательная работа не всегда ведет к успеху. Вы можете все сделать правильно, ни разу не ошибиться, но потерпеть крах. Почему? Потому что невозможно контролировать все. Контроль – это иллюзия, необходимая нам, чтобы не испытывать постоянную тревогу. Ощущение контроля – это часть механизма, который помогает нам не сойти с ума. Если хотите – когнитивная иллюзия. На самом же деле, объективно, есть множество факторов, способных повлиять на процесс, которые от нас не зависят и о которых иногда мы даже не подозреваем. От нас всегда скрыта полная картина, и значит наш анализ ситуации не может быть 100% достоверным. Мы не можем знать, чем все закончится. Кроме того, повторюсь, в жизни всегда есть элемент случайного везения. Ну и невезение, соответственно, тоже. То есть удача – это один из тех факторов, который будет влиять на исход и который невозможно контролировать. Поэтому, когда вы находитесь в состоянии оглушения от собственного провала и судорожно пытаетесь найти то место, где вы оступились, вините себя или других, вспомните, что вам могло просто не повезти. Возможно, вы оказались не в том месте и не в то время. Если последовательность ваших решений не привела к успеху, это не значит, что эти решения были неправильными. Вы могли быть правы абсолютно во всем. Подумайте об этом. Потому что обычно после поражения люди едят себя заживо, придираются ко всему и ищут недостатки там, где их возможно и нет. Но на этом мы с вами не останавливаемся. Давайте продолжим эту мысль. Ведь верно и обратное. Если человек пришел к успеху, это не значит, что все решения на этом пути были верными. Возможно, что большая часть из них была как раз неверной, но вмешались какие-то более серьезные решающие факторы со стороны и определили исход дела. Поэтому очень часто бесполезно слушать лекции успешных людей. Они иногда и сами не знают, что сделали правильно, а что нет, и что привело их в ту точку, в которой они сейчас находятся. Некоторым просто повезло. Как вам такая лекция? Мне просто повезло. Будьте такими же везучими и все получится. Или я родился в богатой семье, вам нужно сделать то же самое, чтобы быть таким же успешным. Нет, они не говорят об этом на своих семинарах. Они кормят людей историями по типу тех, которые я привела в самом начале. О самосовершенствовании, об упорной работе. Но это в основном неправда. Или не вся правда. Эти истории могут вам сильно навредить и исказить картину мира. Пытаться повторить чей-то путь успеха – это самое плохое, что можно сделать. Ведь вам, скорее всего, врут о том, из чего состоял этот путь. Вы не узнаете десятой части правды. Думаете, они с вами честны? Да я держу пари, что все эти успешные люди даже с самими собой не честны. Что уж говорить об окружающих. Все мы встречали людей, имеющих или хороший капитал, или какую-то хлебную должность. Я заметила, что все эти люди считают, что все, что у них есть – это их личная заслуга. Никаких случайностей. Они находятся на своем месте, потому что они очень профессиональные, умные и талантливые. Никакой удачи. Даже если устраиваются на работу по большому блату, все равно они считают, что пробились сами. Они стараются всячески подкреплять свою самооценку. Даже если ты дочка политика и сенатора, ты все равно будешь говорить – я начинала сама, с самых низов и добилась успеха благодаря своим уникальным талантам. Никто, кроме меня, так не умеет. А что не умеет – непонятно. Чужие вопросы зачитывать на камеру или что-то? Что еще там? Какие там еще таланты? Ой, для меня до сих пор непонятно, почему все вокруг думают, что успех равен уму или мудрости. Успешные люди могут оставаться тупыми, простите за такое слово. И я такое видела. Просто надувают щеки, чтобы никто не заметил, что они элементарно необразованы. Пытаются наукообразно разговаривать, и на большинство людей это почему-то действует. К чему я веду? Если вы потерпели неудачу, не завидуйте этим людям, у которых все получилось вроде бы как. Не пытайтесь повторить их путь под копирку. Не давайте сильным эмоциям захлестнуть вас и принять неверные решения. По типу бросить учебу, потому что какой-то очень богатый человек тоже недоучился и так далее. Мало ли каких глупостей они там еще натворили, эти успешные люди. Зависть, кстати, тоже разрушительное чувство. Лучше от него сразу избавляться. Потому что вы не знаете, что там у этих людей за закрытыми дверями. Может вы бы и не хотели оказаться на их месте. Может быть там и нечему завидовать на самом деле. Для того, чтобы проанализировать свое положение, вам нужен трезвый рассудок и осознание, что все вокруг сложнее, чем кажется на первый взгляд. Часто события не вписываются в логику справедливого мира. В справедливости вообще не существует, это абстрактное понятие. И у каждого свой взгляд на справедливость. Жизнь не считается с этими взглядами. Все происходит так, как происходит. И часто мы никак не можем на это повлиять. Мы будто летим в самолете. Можно нервничать, а можно расслабиться. Судном все равно управляем не мы, а пилот. Я думаю, что полезно иметь некоторую долю смирения. И принятие жизни такой, какая она есть. Это можно высказать так. Справедливо или нет, это произошло. Я именно тот бедолага из толпы, в которого ударила молния. Да. И теперь я там, где я есть. Принять ситуацию очень сложно, потому что давайте признаемся, мы в большинстве своем не умеем проигрывать. Мы не готовы к этому. Так что с этим придется поработать. Но я уверена, что такие вещи делают личность богаче. Иногда провал ценнее успеха. Возможно, это клише, но все же. Вы действительно получаете возможность стать лучше и сильнее. И это навсегда остается с вами. Провал избивает лишнюю гордость, которая в жизни только мешает. Вы начинаете лучше понимать других людей. Не ждете от мира, что он будет идеальным. А он в ответ перестает вас разочаровывать. Это я говорю о неудачниках, в кавычках, да? И напротив, я замечаю, что некоторые успешные люди теряют связь с действительностью. А такие штуки иногда ведут к неверной оценке ситуации со всеми вытекающими. Ничего хорошего. Итак, давайте вернемся к тем трем шагам по переживанию провала, которые я попыталась для вас обрисовать. Первый, избавляемся от иллюзий. Второй, принимаем ситуацию такой, какая она есть. Соглашаемся с ней. Да, это произошло. И, конечно, вы уже поняли, что третий шаг – это спокойно подумать, что делать дальше и как жить в новой ситуации. Составить план конкретных действий у себя в голове. А это, согласитесь, сделать проще, когда все переживания и самокопание уже позади, да? И, в общем, готовы двигаться дальше. Теперь мы понимаем, что в нашей жизни присутствует доля хаоса, и мы не можем это контролировать. Но мы должны всегда это учитывать, чтобы не делать поспешных ложных выводов. Вот эти три шага, которые помогут вам пережить любые провалы. Я думаю, это гораздо более эффективно, чем читать об историях провалов, успешных людей и пускать слюни. Но допускаю, что моя схема может показаться неприятной, и у вас даже могло испортиться настроение от просмотра. Но это работает в кризисных ситуациях, это рабочая схема. Я с вами разговариваю как с друзьями, и друзьям я бы посоветовала именно это, а не сахарные улыбки и вдохновляющие истории, правда. Надеюсь, что я хоть немного помогла вам. Всем спасибо за внимание и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok